В доме-интернате для престарелых долгожданные гости. Сегодня сюда заглянули активисты ОНФ и с порога начали дарить подарки. Цветы и книги о мордовских художниках передали самому возрастному постояльцу интерната Зое Романовой, и этой весной исполнился 101 год. Еще один памятный подарок прошедшему дню рождения передали Ольге Суворовой. Хочется окружить теплотой, заботой, вниманием тех людей, которые, наверное, по какой-то причине обделены этим вниманием. А затем зазвучали песни в исполнении хора ветеранов «Родные просторы». Артисты приезжают сюда круглый год. Они давно стали для постояльцев практически родными. Каждый раз их тепло встречают и щедро награждают аплодисментами. И мне нравится, как они себя ведут. Тихо, спокойно, слушают. Мы поем для них, пляшем. Это просто удовольствие сюда приехать. Сейчас в интернате проживают 38 человек. Октябрь – самое насыщенное событиями время. Во время месячника пожилых людей постояльцам скучать некогда. Расписан каждый день. У нас есть график проведения месячника. В понедельник мы планируем поездку в церковь. У нас в Пелесио есть церковь, потому что покров праздника. Активисты УНФ и артисты окружили вниманием и заботой каждого, пусть и всего на пару часов. С импровизированной сцены звучали стихи и русские народные песни. Сказать, что постояльцы остались в восторге, ничего не сказаться. Интересный концерт они благодарили каждого артиста. Очень-очень понравилось. Приезжайте почаще. Когда концерт, аж вот, не знаю, как вот, прям вот можно аж вот выходить. Аж приятно сразу, на сердце сразу. И совсем другое настроение. Очень хорошо. Сегодня день хороший. Очень спасибо вам. Большое-пребольшое спасибо. Ну а затем зрители отправились на чаепитие. Там активисты УНФ вручили им яркие осенние открытки, которые смастерили воспитанники детского приюта «Надежда». Ольга Данилова, Денис Назрюхин. Народные новости. Продолжение следует...